К слову о лицензиях. Мне докладывают, что на данный момент 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио. Планируется больше 100. Но какое количество этих лицензий трансформируется в медальное качество? Соперничество во всех видах колоссальное. И почему с каждой Олимпиады число наших олимпийских квот падает? В Пекине – 177, в Лондоне – 161, в Рио-де-Жанейро – 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусскими спортсменами медали. В этих условиях важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить в жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки. Каждого олимпийца взять на индивидуальный контроль – медицинский, психологический и так далее. В каких условиях проходит подготовка членов национальных команд в регионах? Как работает спортивная вертикаль на местах? Ведь обеспеченность детских спортивных школ инвентарем, тренерскими кадрами, подготовка резерва – это тоже вклад в олимпийские медали. Безусловно, у нас есть талантливые спортсмены и тренеры. Необходимая материально-техническая база. Важно только разумно и эффективно распорядиться своими возможностями. А правительство, Минспорта и НОК вы должны жестоко взять под контроль эти вопросы, проконтролировать. А вам, Наталья Ивановна, надо, чтобы они приходили и докладывали ежемесячно о том, что происходит. И положили вам на стол список спортсменов, которые принесут медали. А вы у них спросите, что они для них сделали и для этих тренеров, и чего не хватает. Только так. Иначе быть не может. Тогда будут и деньги, и квартиры, и слава, и медали, и ордена. Только результат. За результат будет соответствующая плата. В Японии надо показать максимальный результат. Это даже не вопрос отдачи, завложенной в вашу подготовку усилия и средства. Это прежде всего вопрос ответственности перед страной. Перед народом, который верит в своих спортсменов и ждет громких побед. Вот о чем вы должны помнить, выходя на Олимпийские арены. Это мой главный посыл олимпийцам и всем вам.